Здравствуйте! Мы продолжаем серию наших роликов, которую мы условно назвали Оззи Мания. И сегодня пойдет речь об альбоме, который в общем-то в свое время произвел фурор во всем мире. Это, как и многое, что выходит из-под пера Оззи. Альбом 88-го года. No Rest for the Wicked. Этот год был очень знаменательный для Оззи. Он отметил, вернее, собирался отмечать сорокалетие в прекрасной физической форме. Были, вы знаете, у него постоянно проблемы с алкоголем и другими интересными веществами. В конечном итоге он принял волевое решение, когда уже полностью начал выходить из-под контроля, лечиться от алкоголизма. Лечение проходило довольно успешно. Оззи сам хвастался, что следующий этап будет курение, но, к сожалению, хватило его ненадолго. Но он как раз на время записи альбома, в общем-то, это его состояние здоровья сказало очень благоприятно. Но предшествовало выпуску от альбома масса интересных фактов, что, в общем-то, всегда характерно для Оззи. В 87-м году вышла прекрасная пластинка концертник памяти трибют Рэнди Роидсу, выдающемуся гитаристу Оззика, о котором мы рассказывали на нашем канале. Оззи всегда прекрасно работал с музыкантами, особенно с гитаристами, подыскивал замечательных. Трибют этот основывался на концертных записях 81-го года. Блистательнейший состав музыкантов, класснейшая пластинка, кстати, послушайте ее. Но тут возникла трещина между Оззей и гитаристом Джейком Ильи. Так уж получается, что фактически о всех музыкантов Осборна мы рассказывали, в том числе о Джейке Ильи на нашем канале. Но, как говорит Оззи, классный музыкант, прекрасный гитарист, но как человек, у нас не было с ним взаимодействия. Нам просто не о чем было с ним говорить, как в свое время с Тони Айоми. Вроде все и хорошо, но даже пару слов и то перекинуться сложно. В общем, эта трещина и спектрибюта создал более напряженное отношение, но, как сам говорит Джейк Ильи, Оззи указал ему на дверь. Поиски гитариста были очень сложные, как всегда. Оззи, говорит, присмотрел тысячу их, почти все играли по Дэдди Иван Хеллина. Некоторые даже играли чуть ли не стоя на голове, чтобы привлечь мое внимание. Но в конечном итоге выбор пал на Зак Валда, молодого, белокурого, хайратого, мощного паренька, о котором мы, кстати, тоже рассказывали в нашем канале. Так вот, Зак Валд неуловимо, конечно, напоминал Оззи Рэнди Ройдза, но сам Оззик смеялся, что если сравнить Ройдза и Валда, то, конечно, Ройдз будет выглядеть как муравей по сравнению с Валдом. Валд очень физически человек такой, музыкант подкованный, следит за своей формой, несмотря на то, что очень любит вольное времяпровождение. Тем не менее. Сразил, помимо внешности, конечно, и напоминания о Рэнди Оззика тем, что он прекрасно знал материал Зак Валд и Саббатовский, он фанат Саббат и Оззика, фактически сыграл один в один со своими нюансами и был принят в группу. Подтянулись, которые были в том же составе, в общем-то, не меняясь, барабанчик Рэнди Костила, бас-гитарист Фил Солсон ушел, который записывался на альбоме и пришел выдающийся, без всякой скромности, сочинитель Бог Дейсли, бас-гитарист, который тоже у нас был героем одного из роликов. Бог Дейсли, мы говорили об этом, прекрасный сочинитель текстов, Узи ему индивидуально заказывал некоторые тексты, в общем-то, но об этом мы сейчас расскажем. На клавишнах Джон Синклер, который оставил свой яркий след, мы о нем тоже рассказывали на нашем канале, извините за это постоянное напоминание, вдруг вызовет интерес. Так вот, какие боевая такая единица машина, состав был прекрасный, в студии работа спорилась, хорошие продюсеры Ольсина Бейкер, все было замечательно. Альбом вышел 22 октября 1988 года, достиг он в Биллборде 200 параде хит-параде 13 место, это очень приличная позиция. Покупался он как горячие пирожки, 8 задекларированных песен на альбомы, одна была скрытая, Hero, потом на компакт-диски она добавилась уже официально, а японская версия есть очень интересная, там композиция, еще одна добавлена, LINE называется, 10 композиция. Что вам сказать, если вы не слышали этот альбом, вы пропустили много, он захватывает с самого начала, с самой первой композицией Miracle Man демонстрируется высочайший уровень гитарной работы, вся, напомню, вернее, повторюсь, группа работает словно машина, и одна в одну пошла, и Miracle Man, и Devil Dota, и Crazy Babies, и Black Besson Rules, и, в общем, Empire Days, извините, и Fire in the Sky, все одно в одну, тютелька в тютельку, конечно, усилили интерес к альбому, и замечательные видеоклипы, пластинка эта сразу бросается в глаза из-за одной обложки, там Ози, там, принял позицию на троне, с очень и очень страшными детьми вокруг, ну, это Crazy Babies, посмотрите этот клип, пожалуйста, думаю, получите ее удовольствие, ну, и, конечно, очень мы выделили бы песню Tattoo Dancer, это Озик, наверное, сам про себя, да не, наверное, а точно, как ты говорил в интервью, татуированный танцор себя представил, но там эта песня чем хорошо? Тем, что очень Wild выдает там игру чуть ли не заоблачного уровня, конечно, он усилил группу Зак Wild, его Тремало, его соляки эти, прекрасные, все сделано в меру, ну, и, конечно, восьмая песня на пластинке, Демон, алкоголь, тут особо не надо даже и понимать, о чем речь, это написал, опять же, как и многие из песен на этом альбоме, Бобблесли текстовку, Озик, в общем-то, признает, что алкоголь это демон, отвлекиваться не надо, но тем не менее, вы знаете, там все с таком идет в двойном, а то и в тройном стандарте, да, пить вредно, но пить мы будем, грубо говоря, хотя и с этим борются, но это все и повторилось, ну, и, конечно, японская версия содержит песню, композицию Лая, она примечательна тем, что там дали, извините за сленг, отвязаться к лавишнику Джону Синклеру, хорошая такая баллада, с великолепными клавишными проигрышами, пластинка замечательная, ну, а, еще одну песню надо отметить, так все фактически перечислили, Breaking All The Rules, тоже великолепная песня, и там она вот с интереснейшими переходами, это я о чем? Да к тому, что в свое время, каемся, недооценивала эту пластинку, вот сейчас послушал, да, господа, ребята, это шедевр, может быть, немножко, многие скажут, что где-то у вас там осталось восприятие на том же уровне, нет, вы знаете, что мы и новые кунштики в своих роликах запускаем, стараемся вознакомить с нововведениями, новыми веяниями и всем остальным, поэтому нет и нет, но примечательно другое, пластинка раскупалась, конечно, менеджеры, пиджаки, как их называют, Озик, погнали в тур группу, Дейсли отказался от тура, пришлось искать бас-гитариста, долго искать не пришлось, старина, Гизер Батлер, соратник по Блэк Саббату, согласился участвовать в туре, ему понравился материал, и он был в разладе, с Тони Аеми, потому что ему не нравилось то, что играть на тот момент Саббат, зато Озик торжествовал, фактически его взяла, еще и Батлер у него в составе, и этот состав выехал в тур, конечно, он прославился у нас, в бывшем Советском Союзе, фестиваль рок против наркотиков, само название вызывает смех, в связи с тем, кто там участвовал, Озик, Скорпион, Бонжови, Синдерелла, Мотли Крю, совсем не любители наркотиков, но дело не в этом, это было выдающееся явление культурное, 12-13 августа, благодаря Стасу Намина, конечно, в Лужниках такого не видели, это, наверное, за всю историю, да давайте не побоимся этого слова, можно только Стушину сравнить, с 91-м годом, по объему, по масштабу, по людям, приглашенным, это были на тот момент, фактически все суперзвезды, Харден Хэви, и Озик там выпустил, выступил, конечно, блистательно, состав работал, мы были очевидцами этого мероприятия, конечно, там была масса нестыкового, но дело не в этом, это просто было, понимаете, это все равно, что даже похлеще прилета марсиан, тот момент, что Озик и Осборн приехал в Советский Союз, да, уже прокладывали дорогу, мы об этом рассказывали, Юра Хиббилл, Ингемальстин, Скорпей, но Озик, в Советском Союзе, ему, кстати, там понравилось очень, самое сложное, как он говорил, это спуститься и подняться по трапу, потому что был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения почти все время, как и Гизер Батлер, в общем-то, они вспоминают эти поездочки, ну и в конечном итоге, как-то так оказалось, что на обратном пути у Озика два ящика водки, в общем-то, со всеми вытекающими последствиями, кстати, именно после этого фестиваля у него и случился казус, 2 сентября 89-го года, когда его забрали в кутузку полицейские уже дома, в Лос-Анджелесе, потому что он пытался убить жену, задушить ее, но мы об этом рассказывали тоже на нашем канале, у нас об Озике есть и ролик отдельный, тем не менее, мы все-таки больше о музыке, блестящая пластинка, а почему не только, извините, о музыке, потому что еще Всеволод Борисович, Новгородцев, Всеволод Новгородцев, о котором мы когда-то, будучи подростками, с задыханием, пытаясь настроиться на BBC, слушали цикл передач о том же Узе Осборне, конечно, говорил всегда, что об этом человеке столько байк, что всех не переговоришь, но байки-то байками, а музыка продолжается, слушайте, прекрасного Озика, да и не только, мы думаем, что пятый студийный альбом No Rest for the Weeknd вам придется по душе, а кому он уже давно, по душе свяжите. Спасибо за просмотр, будьте здоровы. Спасибо за просмотр,